всем привет ребятушки привет указайте где мы мы далеко не в сочи мы приехали к себе в город александров командировку ну и заодно конечно заняться по какими делами которые покажем сейчас мы едем в сторону кижача это там где мы с мариной проживали и в том числе где у нас был бизнес у нас еще остается мы покажем по дороге заедем в одно прекрасное интересное место я вам покажу где мы вкладывались в инвестициях при покупке земельный участок лет десять назад наверно ему к в каком году мы про нет 14 по моему году мы продали почти 10 лет тогда была возможность так сказать проинвестировать деньги это были одни из таких интересных предложений когда был спрос а сейчас сожалению такого спроса нету сами видите что творится с экономикой посмотрим так что оставайтесь сегодня с нами на канале у нас будет такой лайф контент и не в сочи не в сочи да мы не будет ни о недвижимости не о ремонтах может кому-то понравится ясно ребят я сам буду сказать совершенно по поводу дороги как мы сюда добрались марина здесь уже была она летела на самолете а я с сестрой с мужем именно наш бригадир алексей приехали сюда так вот пока мы ехали сюда я вам скажу что такой толпы отдыхающих в сторону крыма в сторону получается геленджика сочи так далее я не видел в раза четыре наверно больше не связано это конечно же с закрытием аэропорту поэтому если вы собираетесь издалека ехать на юг заранее вещайте набираетесь терпения потому что дорога очень сложно а сейчас мы уже подъезжаем к тому месту которую я вам хотел показать где-то буквально в двух километрах находится под самого города где я работал мы туда тоже заедем и он покажу вот у нас получается с левой стороны свежего такая относительная нарезка коттеджного поселка вот который относительно недавно начинает застраиваться кстати относительно недавно уже прошло 8 лет и кажется все кажется что прям это вот было совсем недавно но здесь в принципе нарезки такие большие по 15 соток земельные участки здесь есть газ здесь есть свет вода к сожалению это только скважина тем не менее посмотрите какие домишки тут настроены вот и сейчас мы постараемся найти участок наш на котором он уже построен дом потому что мы продали где он кстати наш это улица не 1 1 1 нет мне кажется 2 вот и на нашем участке который мы продали построился до он полный желтый а соседний участок это участок который маринина мама купила по моему совету потому что продавались вот здесь вот земельные участки по 100 тысяч за сотку то есть ну вообще грубо говоря там за 150 тысяч можно было купить 15 в этом участок на весь соснах только классно такие участки сейчас не будут в ходу конечно же здесь нужно сделать дорогу конечно же здесь желательно какой-то имеет цивилизацию но тем не менее вот она сейчас она ну сколько там я не знаю не хочется так пачкать машину только помыл вот ну где-то пределах сейчас ну 500 может быть тысяч домами ну я думаю да здесь цивилизация это часто продается здесь цивилизация 2 километра от города она фактически здесь есть пригорода называемый такой ближний пригород от города и вообще если рассматривать как дачу то примерно где-то это около 90 километров от того москвы то есть примерно так я не хочу там ничего продавать вот этот участок был наш нет вот этот участок вот этот вот он участок поймал сейчас немножко зарос сейчас выйдем потому что есть гривы не знаю что там есть сейчас посмотрим тогда вот этот участок был наш вот видите свет и получается вот от этого участка вот так вот идет еще один земельный участок ну да главой конечно да и стал бы тоже поставлены так но в принципе мы здесь я уже не знаю несколько лет не были да то есть мы сюда не приезжали до сосенки тихонечку растут но мы едем дальше вы пожалуйста оставайтесь с нами прожмите нам лайк будет много интересной полезной информации возможно что-то для себя подчеркнет вот мы едем сейчас дальше так вот попал это участка что-то я не договорил свое время мы вот этот вот земельный участок соседники уже дом построили покупали по 100 тысяч да за сотку не 100 такой за участок за участок 100 вот и 10 до 100 тысяч за сотку там было 15 до 150 тысяч и там было 10 15 15 так вот мы его продали за 400 тысяч это прям перед наверное перед тем как мы переехали мы потому что закрывали кое-какие там кредиты за мойку и так далее это наш был один из инвестиционных опытов вот потому что раньше вот именно в этом месте очень много покупалось земельных участков строились коттеджные поселки потому что но рассматривали все вот так как загородную недвижимость очень хорошо москвичей покупали но сейчас немножко все встало оно встало везде поэтому как бы вот этот вот земельный участок марина маму даже и продавать смысл нету я думаю что пускай там все расстроится сделают дороги он потом конечно же подорожает время покупать ребята если есть возможность покупать ничего не продавайте продавать надо только тогда из недвижимости недвижимость переклад когда вы уже понимаете для чего вы продаете а так если вы зарабатываете то вкладывайте землю квартиры дома главное чтобы этого было вам не в нагрузку в такой трапезной мы находимся у лен с лёшей была собака вернее она есть но оставили ее здесь лайка зовут буран соскучился он пути узнал хозяина а если у нас яблочки растут по идее что-то их не вижу вот это у нас покрасочная это у нас автосервис ребят сейчас там занимается это все дело у нас находится в киржаче на въезде в город это вот как раз таки место где я раньше работал так сказать моя была работа я уже давно показывал что когда-то строил вот эту вот мойку это увидите на три поста собственная такая была разработка у нас ну мы ее продали потому что как бы переезжали и вот у меня работа была вот сюда туда-сюда вот так вот ходил и занимался раньше автобизнесом автобизнесом но теперь видите мы сменили род деятельности и решили изменить свою жизнь переехать в город сочи но многие кстати сомневались что у нас получится это и во многих трансляциях во многих видео я когда говорю люди наши подписчики человеке если вы хотите изменить свою жизнь без разницы в сочи вы там переезжайте новороссийск геленджик без разницы возьмите попробуйте это сделать не переживайте у вас все получится только те кто стараются чего-то достигнуть добивается успеха те кто сидит на диване почесывает одно место никогда ничего не получите у нее всегда будет скептическое настроение когда-то мне пришлось рискнуть и я вот на вот эту вот мойку брал кредит кредит был огромный по тем деньгам это это реально кредит это не ипотека когда вы берете там пару миллионов рублей да и вы уплачиваете там ну не знаю 20 лет например когда платеж будет там 15 там тысяч пусть 10 где-то 12 да кредит всего лишь к на коммерческое использование под 5 по моему лет или на 4 на 5 лет не помню но первый платеж у меня был 70 тысяч рублей их надо было вытаскивать отсюда поэтому работал голова была забита здесь у меня забита чем чтобы заработать да здесь у меня была стоянка на стоянке я занимался еще продажами автомобилей то есть опыт он такой знаете автомобильный у меня всегда присутствовал поэтому я очень люблю автомобили и раньше менял их очень часто и поэтому в городе это вот первый наверное я был человек который занимался именно продажами это было очень сильно востребовано но так как мы решили переехать пришлось закрыть сначала это направление потом вот это было в управление вот потом уже впоследствии его продали и как я уже говорил когда вы продаете какую-то свою недвижимость деньги должны перекачиваться обязательно недвижимость иначе где-то чего-то на какие-то необходимые нужды они разойдутся и потом уже их не собрать а собираются они кровью потом потихонечку и помаленечку вот и я рассказывал о том что мы приобретали квартиру в подмосковье то есть королеве мы кстати на днях тоже туда поедем нужно кое-какие там документы забрать вот и вот этот мойку вот этот мой продавали в рассрочку и при этом получается как бы так как нам отдавали их частями и у нас был материнский капитал мы попробовали взять квартиру в ипотеку в королеве и вот эти как раз таки деньги они и пошли на оплату основной части так сказать кредита кредита и плавно потихонечку перешли и с учетом того что потом квартира выросла ну не почти не в два раза но где-то на 70 процентов на 70 процентов квартиры подорожали в принципе это было правильное вложение поэтому такая небольшая история о нашей жизни о нашей прошлой жизни да сейчас ребята там работает вы видели то есть мы это сдаем в аренду получается такой небольшой пассивный доход и когда мы переезжали в город сочи когда у нас была съемная квартира когда мы только начинали какие-то свои там работы по недвижимости да когда не было сделок и так далее вот это вот как раз таки нас подкармливала и давала нам возможность существовать в городе сочи и дождались так сказать вот это уже движухи которая пошла с инвест проектами после продажи дома и так далее и так далее вот такая вот история друзья посмотрите у меня ролики как я рассказывал о мойке как мы и строили игр и сервис этот мы тоже строили а позади кстати сервиса не буду выходить вот это вот как раз таки он там зеленый крыша это дом который был родители то есть родители жили там я к ним даже приезжал в гости да и работал тут было все рядышком близко и хорошо в общем вот такая вот история пишите свои комментарии задавайте вопросы и прожмите лайк пожалуйста для продержания для поддержания канала я думаю что следующее видео вам тоже понравится мы здесь где-то до 9 10 числа поэтому не переживайте работы все по ремонту там производится прорабы на месте кроме алексея он скоро приедет тоже туда вот и все нормально я буду снимать видео те которые у меня здесь получится буду монтировать вместе с видео которое будет присылать наши прорабы и никто не останется так сказать без внимания хорошего настроения пока